Опыт Ярославской жилинспекции признан одним из лучших в Центральном федеральном округе. Об этом говорили на круглом столе в правительстве региона. Главная цель встречи – наладить обмен опытом между муниципальными образованиями. Пока с этим не все гладко. Диалога между лидерами и отстающими нет, признаются собравшиеся. Обсуждали и первые результаты реализации программы капремонта многоквартирных домов. С начала года отремонтировано больше сотни объектов, около двухсот в процессе. Больше внимания считают собравшиеся нужно уделить работе с жителями таких домов. Текущая крыша волнует сегодня только жителей верхних этажей. Запах из подвала интересует жителей нижних этажей. К сожалению, люди до сих пор не понимают, что это их общее имущество. Общая крыша, общий подвал. Жители, собственники многоквартирных домов, имея в своем общем имуществе такие проблемные участки, имеют возможность за свой счет пригласить комиссию, которая даст заключение. И впоследствии, направив это письмо в фонд капитального ремонта, имеют право на получение внеочередного права проведения ремонта. Обсудили и другие вопросы. В Ярославской области планируют создать центры общественного контроля и поддержки собственников жилья. Пока рассчитывают, что их будет минимум 25. По одному или несколько в каждом муниципальном образовании. Ведется работа по обучению общественных контролеров. Для этого проводят обучающие семинары. Однако контроль со стороны самих жителей, подчеркивают авторы идеи, самый эффективный. В каждом муниципальном районе обязательно находятся очень грамотные активисты, которые даже никогда не работали в сфере ЖКХ, но тем не менее очень хорошо знают законы, очень хорошо умеют апеллировать и имеют достаточно высокий общественный резонанс. То есть общественное мнение высокое о их деятельности, и они достаточно активны. Продолжение следует...